Изобилие даров, природы, вкусные и качественные продукты были представлены на осенней сельскохозяйственной ярмарке в Карачаевске. Предыдущая здесь прошла в июле. В ярмарке участвуют предприятия, производители фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели, и она проводится по поручению главы республики. Из Карачаевска репортаж Аллы Динаевой. Восемь часов на центральной площади Карачаевска открылась осенняя сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к столетию Карачаева-Черкесии. И уже с утра горожане сделали покупки. Очень хорошая ярмарка, много гостей у нас здесь. Мы купили рыбу, чеснок на посадку купили, фрукты купили. Очень хорошая ярмарка, всё есть. Всё есть в большом ассортименте. Всё, что нужно, можно закупить. И вкусно. Ярмарка – это хорошая возможность сделать запасы на зиму. А чтобы ассортимент продукции был шире, в Карачаевск пригласили товаропроизводителей и предпринимателей со всей республики и из соседних регионов. Приехали мы с Тавропольский край, город Ипатова. Выехали мы с вечера. Приехали к вам в три часа ночи. До утра выставлялись. Здесь привезли нашу продукцию. 15 видов сыров, масла, плавленые сыры и молочная продукция. И какая же ярмарка без традиционной, экологически чистой местной продукции? Я с верхней море, я приношу всё то, что делаю из молока. Из молока я делаю свежий сыр, сыр бочковой, сметану. Творог у меня разный получается. Масло. Ну и копчёный сыр. А вот традиционный карачаевский сыр, да? Это бочковой. Делается из обычного коровьего сычуга, из желудка. Ну, делается в мае месяце. Выдерживается он до осени, чтобы он созревал очень хорошо. Дырки получаются вот хорошие. Это вот этот майский сыр, да? Да, это майский сыр. И соль, всё. Здесь была представлена и вся пчеловодческая продукция, которую собирают с весны по сентябрь. Четыре сорта мёда сегодня я представляю. Самый первый – это вот то, что откачиваем акация, жидкий мёд гипоаллергенный, цветочное разнотравие, кориандр и горное разнотравие местное. Ездим и по Ставропольскому краю, по Краснодарскому краю, переезжаем с места на место за мёдом. Овощи, мясо, разные виды чая, рыбная продукция. И, конечно, саженцы приобретали люди, ведь осень – сезон посадки деревьев. На сегодняшний день то, что мы видим, они ниже именно рыночных цен, ниже, чем они в магазине. И вот я вижу людей, которые и утром пришли, вернулись, утром пришли, закупили. И вижу, что они сейчас второй раз тоже вернулись сюда. В этот субботний солнечный день живо шла торговля на площади. А ярмарк – это всё-таки праздник, и песни дарили известные артисты республики. Мы родимой России гордимся, с Богом сердца страну возвратим.